Несмотря на то, что все кругом перекопано, работы на вокзальной площади на завершающем этапе. Сейчас строители трудятся над троллейбусным кольцом и территорией парковки. Еще пара дней все закроют щебнем, а затем положат асфальт. В понедельник с темпами строительства ознакомился мэр Владимир Шарыпов. Существо работы выходит на финишную стадию, что касаемо дорожного покрытия. Я очень надеюсь, что если погода нас не подведет, то до середины следующей недели, может быть, до конца следующей недели мы все заасфальтируем. Завершающий слой асфальта положат уже весной. Но это не значит, что площадь будет на замке. Движение по ней откроют совсем скоро. Вторым объектом инспекционной поездки Владимира Шарыпово стала набережная реки Увадь. Подрядчиками и по одному объекту, и по другому были сорваны изначальные планы графики выполнения работ. Это мы уже можем признать, что подрядчики не справились. Соответственно, сейчас, я думаю, мы сделали им последнее внушение. Новые графики составлены. Сейчас мы подробно по каждому объекту проговорили новый календарный план, который позволяет даже при неблагоприятных погодных условиях завершить все объемы работ. Согласно контракту, подрядчик должен выполнить работы и на вокзальной площади, и на набережной до конца года. Но когда разыграли конкурс, составили план график. В него-то строители и не укладываются. Приходится вносить незначительные корректировки. Например, где-то асфальт заменят плиткой. Важно работы по укладке твердого покрытия закончить до наступления холодов. Стоит отметить, не всегда отставание от сроков – вина подрядчика. Связано это с недоработкой проектировщиков. Вот по проектированию у нас серьезные, уже вообще комплексные проблемы. То, что выполняется, оно некачественно. Например, по площади УЖД вокзала много коммуникаций были просто не нанесены на топосъемку. И, соответственно, когда люди приступали к монтажу дорожного покрытия, оказывалось, что здесь у нас там лежит электросеть, здесь у нас там коллектор. То же самое мы видим на набережной. То есть очень низкое качество работ по проектированию, которые были выполнены не в этом году, а в предыдущих годах. В любом случае, календарные планы позволяют закончить работы даже при неблагоприятных погодных условиях. Мэр пообещал принять кадровые решения относительно своих подчиненных, которые в таком результате не заинтересованы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.